Это вызовы времени в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! Безопасность нашей атомной электростанции – вопрос номер один. Об этом на неделе заявил Александр Лукашенко. Глава государства заслушал доклад правительства и администрации президента о завершении строительства БелАЭС. Преимущества использования мирного атома уже ощутимы и дают эффект. Знаю, что Министерство общественной ситуации, МЧС, некоторые ставят вопросы перед россиянами. Мы вместе ставим, Александр Лукашенко. И правительство тоже. Значит, надо доводить до ума даже нюансы. Росатом должен это прекрасно понимать. Мы Чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве атомной станции непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Поэтому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны по разного рода нюансам. Но, насколько я информирован, основные узлы, в том числе ядерный этот, остываль, как вы называете, он в порядке, функционирует, действует. Ну, а детали надо дошлифовывать и приводить в соответствие. У нас сроки немного сместились. Ввода в эксплуатацию атомной станции по причине российской стороны. И, естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там, опять же, чрезвычайного не было. Но, тем не менее, такие были вопросы поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции. И ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо, как для россиян, да? Как для своих станций. На все 60 лет срок. Да, и срок гарантийный на 5 лет. Как вы просили, Александр Ильич, 5 лет, на основное узор. Ну, это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую страну. Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян. Электричества у нас хватало и хватает. Но, тем не менее, договор есть договор. И достаточны те уступки, которые сделали россияне Росатом для белорусской страны. С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока БЛС выработало свыше 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что позволило заместить более 5 миллиардов кубометров природного газа и сэкономить 650 миллионов долларов. После полного ввода станции мы планируем ежегодно сокращать потребление импортируемого природного газа в районе 4,5 миллиардов кубометров. На 6-7 миллионов тонн сократятся выбросы углекислого газа в атмосферу. Правительством создана приемочная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Петром Александровичем Пархомчиком. 24 октября получена лицензия МЧС на эксплуатацию второго энергоблока, ведется работа по получению необходимых положительных заключений назорных органов и в ближайшее время готовится по передаче всех необходимых документов для принятия соответствующих решений приемочной комиссии. В отношении атомной станции, ее строительство, сооружение придало мощный импульс и в развитии других смежных отраслей, и расширение области применения электрической энергии, это тоже сегодня на встрече обсуждалось. На уровне главы государства приняты стимулирующие меры. Это в первую очередь установление стимулирующих тарифов на электрическую энергию для целенагрева. Это с 1 января 2019 года они были внедрены. Также в соответствии с указом президента номер 127 возможно возмещение части расходов граждан за счет средств местных бюджетов, использованных для приобретения электроотопительного оборудования, либо проведения работ по внутридомовых по использованию электрической энергии для цели отопления и возможность возмещения от 20 до 40 процентов в зависимости от категории граждан. И также есть возможность и использования электрической энергии в тех населенных пунктах, где еще не самортизированы сети посредством их модернизации, но уже с привлечением средств граждан. В рамках 301 указа с привлечением средств граждан от порядка 30 процентов возможно и создание необходимых условий и в этих населенных пунктах, где не самортизированы электрические сети. Остался без внимания и вопрос доступности электроэнергии для отопления домов. В Беларуси делается упор на строительство энергоэффективного жилья. Это не только выгодно, но и экологично. Причем проходит модернизация и многоквартирных домов. Также страна продолжит развитие электромобилей и расширит сеть зарядных станций. Производство в связи с водом Белаяс увеличивается, электроэнергия. У нас и так электроэнергии, в общем-то, хватало и для тебя, для промышленности, и для сельского хозяйства, и для людей в определенной степени. Сейчас появляются некоторые, я не скажу, избыточные резервы появляются. Электропотребление, электричество будет расти. Мы сделали определенную ставку поддержать наших людей. И это чудо вообще. Вот мы посмотрели отопление поселка, который вице-премьер Севак строит. Я скажу, это чудо. Чисто, аккуратно. Даже не сравнить с газовыми котлами и обогревом. Я уже не говорю, там, угля и так далее. Для нас климат меняется, для нас это очень важно. Поэтому небольшая температура, небольшой подогрев в доме. Электричество – это выгодно, это чисто, это безопасно и прочее, прочее, прочее. Поэтому сделали ставку правильно на то, чтобы людям предложить электричество. И люди говорят, дешевле, чем газовое отопление. Ну, тут несопословимая вещь. Но мы где-то там не дотягиваем по сетям. Работаем над этим, Александр. Система работает. Мы процентов 10-15 запросов людей не удовлетворяем. Если 100 человек обретели, нам надо увеличивать сети, грубо говоря, чтобы этот провод шел прямо до дома человека. Коль уж людям пообещали, надо. Да, увеличилось резко. Естественно, резко. Люди не глупые, они видят, чувствуют, что это очень-очень выгодное дело. Ну, и электроэнергия есть. Надо помогать нашим людям, для чего же мы живем и работаем, чтобы помочь людям. Поэтому эту проблему, какова она на сегодняшний день, я хотел бы от вас услышать, насколько мы удовлетворяем просьбы, какая перспектива в данном случае. В том числе электрический транспорт, мы его развиваем все больше. Это тоже правильно. Оказалось, мы вовремя спохватились и начали развивать это направление. Электрическая энергия от атомной станции уже поступает в любой регион страны. Ею могут пользоваться как обычные белорусы, так и реальный сектор. В этом году предусмотрена модернизация свыше 5,5 тысяч километров электросетей в более чем полутора тысячах населенных пунктов. Формируется стратегическая программа развития энергосистемы до 2030-го. Кроме того, в Беларуси появился новый формат жилой застройки, электрифицированной. Было принято решение, хочешь строить, пожалуйста, строй. Можешь вообще ни в кого разрешение не брать. Единственное требование, ну, чтобы более-менее дом выглядел нормально и вписывался в деревню или куда-то. Если вы хотите посоветоваться, пожалуйста, советуйтесь, ваше дело. Но вы отвечаете, у вас крыша, потолок над головой, не дай бог, рухнет. Дети и так далее, будете отвечать. Тогда в начале года была поручена Антону Александровичу, на этом месте, это только начало, 50 гектаров, 230 домов мы здесь должны построить. И я ему сказал, я снимаю с себя всякие законы, указы, распоряжения, иди и строй по-хозяйски, так, как ты сочешь нужным. Принимай решение, твое решение, здесь закон. То есть здесь по уму должен быть построен поселок, чтобы здесь был бетон, вот он, не асфальт, а бетон, это навечно. Без лишних затрат. По-хозяйски надо подходить ко всему. А по-хозяйски это экономия миллионов-миллионов рублей. И вот отсюда я уже смотрю. Красивая улица. Красивая улица, без всяких излишеств. Только надо будет заставить людей, которые тут будут жить, чтобы это все было оккультурено, чтобы здесь благоухало, чтобы здесь цветов было море. Поэтому надо их к этому подталкивать в будущем году, как мы договорились, возможно год как. Генеральный план застройки жилого района Новая Околица общей площадью 210 гектаров находится сейчас на этапе разработки. В 2023 начато освоение части этой территории площадью 46 гектаров. Под Минском намерены возвести 228 индивидуальных жилых домов с инженерно-транспортной инфраструктурой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok